Благоухающие цветки липы, или как в народе их называют, липовый цвет, славится своими необыкновенными свойствами. Цветет липа в июле, а собирают цветки липы только тогда, когда на улице сухо, в момент полного цветения. Но надо быть внимательными, так как трудолюбивые пчелки тоже очень любят липу. Во избежание укусов, прежде чем срезать нужную часть растения, убедитесь, что на ней нет пчелы. Если упустить время, когда часть цветков уже отсвела, то такие цветочки быстро станут бурыми и будут сильно крошиться после сушки, сушат липу тонким слоем в тени. После сушки, цветки липы становятся очень легкими, то есть объем уменьшается примерно в 6 раз. Поэтому, если вы решили заготовить один пакетик липы на зиму, то собрать необходимо 6 таких пакетов. Полезные свойства липового цвета определяются целым комплексом, входящих в его состав веществ. Это и эфирное масло, и набор полисахаридов, биофлавоноидов и сапонинов, а также антиоксидантные витамины. Каротиноиды и витамин С, также липовый чай, имеет мощные противовоспалительные свойства, которые дают флавоноиды, содержащиеся в цветках липа. При приеме настоя липы, происходит предупреждение воспалительного процесса от окружающих его тканей. Возможно, именно это действие, объясняет такую широкую популярность липы, при онкологических заболеваниях. Ведь в одной из теорий возникновения раковой опухоли, является воспалительный процесс. Кроме того, предположительно, на рост раковых клеток, влияет антиоксидантная активность липа. Также флавоноиды стимулируют процессы регенерации. Противовоспалительное действие липового чая используют при ревматизме и других суставных заболеваниях, делают примочки. Наружно применяют при язвах, ожогах, геморроях. Рекомендуют при невритах и невралгиях. Чай из липы, имеет антисептические свойства, а также славится быстрым жиропонижающим и патагонным действием. Эти свойства с успехом используются при гриппе, ОРВИ, бронхите, цистите, инфекционно-воспалительных болезнях у детей. А при стоматитах и генгивитах настоем липы, полощут ротовую полость. Липовый чай, обладает успокаивающим, спазмолитическим действием и снижает артериальное давление. Это не значит, что цветками липы можно контролировать давление при гипертонии, но в дополнение к основной терапии это средство, может быть отличной профилактикой гипертонических кризов, особенно связанных со стрессом. Липовый чай, выводит из организма лишние соли с потом, повышает мочевыделение. Кроме того, настой из цветков липы повысит образование желчи и желудочного сока. Известны омолаживающие свойства липы, что скорее всего дают антиоксиданты. В большой концентрации, липовый настой тонизирует и потягивает кожу лица. Цветки липы заваривают вместо чая и пьют в горячем виде при гипертонической болезни, сосудистых заболеваниях и при климаксе. Можно добавлять к душистому настою лимон, мед, имби, мяту и другие любимые компоненты. Липовый цвет входит во многие патагонные сборы, чаи и даже шампуни. Противопоказан липовый цвет лицам, склонным к тяжелым аллергическим реакциям. В связи с этим, в детской практике сначала, нужно сделать пробу на переносимость, прежде чем давать ребенку липовый чай. Нельзя пить липовый чай без меры, каким бы вкусным он для вас не был. Нужно понимать, что напиток содержит хоть и природные, но химические активные вещества, они способны при передозировке оказать негативное влияние на организм. В заключение, скажем о самом приятном, антидепрессантном использовании липового чая. Заварите 2 столовые ложки сухих цветков липы, в заварном чайнике, дождливым осенним вечером. Этот солнечный напиток, подарит яркий аромат солнечного июля, расширит спазмированные дневным стрессом сосуды, успокоит нервную систему и подарит отличное настроение. Вся информация носит ознакомительный просветительский характер и не предназначена для самодиагностики и самолечения. Выборы назначения лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения.